Утро 12 августа у участников спортивного фестиваля планета баскетбол «Оранжевый атом» началось возложение цветов к братским могилам солдат на Кургане Славы. Вместе со спортсменами почтить память героев пришли ветераны силовых структур, представители Десногорского хуторского казачьего общества, поисковики и молодёжь города. Три года назад, когда мы первый раз пришли с проектом в этот город, город рабочий, боевой славы, мы сказали, что ни одно мероприятие, которое мы здесь будем проводить, не будет без возложения цветов к святым местам города. Занятие спортом сегодня становится нормой жизни в Десногорске и спортивные праздники стали проводиться в городе всё чаще. Массовый спорт, и вообще спорт, он объединяет людей, он даёт возможность гордиться, гордиться успехами других и самому стремиться к каким-то достижениям. И замечательно, что в Десногорске уже в течение трёх лет работает этот проект. Для Десногорска это огромный успех, что такой объект спортивный появился здесь благодаря усилиям совместных, я подчёркиваю, администрации области губернатора Алексея Владимировича Островского и директоров станции. Региональные соревнования по уличному баскетболу, этапа всероссийских соревнований «Оранжевый мяч-2017» город принимал во всеоружии. В турнире участвовали команды баскетбольного лагеря и 46 команд из городов Смоленской области. Спортсменов на торжественной церемонии открытия приветствовали. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, его первый заместитель Джумберет Кибучава, помощник полномочного представителя президента в ЦФО Георгий Бурцев, депутаты Государственной и Областной Думы, заместитель губернатора региона Лев Платонов, федеральный инспектор по Смоленской области Алексей Брылёв, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава города Андрей Шубин. «Мы развиваем баскетбол во всех атомных городах, и поэтому сегодня здесь вместе с командами Смоленской области, Смоленска, Десногорска и присутствуют команды с атомных городов. Сегодня мы понимаем, что та работа, которая была начата два года назад, даёт свои результаты, и сегодня баскетбол является, не побоюсь, спортом номер один в Десногорске». «В нашем молодом городе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Мы стремимся к тому, чтобы спорт был доступен для каждого жителя, особенно для молодёжи. Для этого уже создана вся необходимая база – спортивная школа, физкультурный комплекс, стадионы, игровые площадки, где регулярно занимаются наши будущие победители». Баскетбольные баталии в этот день развернулись сразу на четырёх площадках. Несмотря на жару и духоту, юные спортсмены проявляли стойкость и демонстрировали своё мастерство. Участники были разделены на семь групп. Бои за лидерство были жаркими. «Я лично люблю баскетбол за его зрелищность. Это один из самых зрелищных видов спорта. В том числе он очень сложен технически. И мне нравится осваиваться, каждый раз осваивать новые и новые вершины». В итоге следующие десногорские команды вышли на лидирующие позиции. Бронзу взяли команда «Энигма» в группе юноши 2003 года рождения и моложе, команда «САЭС-2» в возрастной категории юноши 1999 и 2000 годов рождения, а десногорская команда «САЭС» – мужчины 1998 года рождения и старше взяли серебро. Команды победителей были отмечены почётными грамотами, медалями и кубками.